Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о том, как можно использовать эфирные масла и зачем использовать эфирные масла, и как с помощью масел можно уменьшить токсичную нагрузку на наш дом. Спасибо большое, Карина. Рассказала очень интересное. Просто хотела заострить внимание на том, что мы пользуемся и читаем состав, и часто видим fragrance. На самом деле, под этим условом может скрываться до 300 различных химических соединений, и это реальная атака на наше обоняние, кроме того всего. И опять же, если токсины мы абзорбируем быстрее, чем наша лимфатическая система от них избавляется, у нас повышается токсичность, естественно, и возникают различные заболевания. Опять же, были проведены исследования, и выявлено то, что воздух в доме является намного более токсичным, чем воздух снаружи, из-за того, что обрабатываются мебель, обрабатываются диваны, подушки, выпускаются какие-то газы, да. И вот именно в этом нам могут помочь эфирные масла, потому что из-за их антисептических, антибактериальных свойств, когда мы распыляем масла, также были проведены исследования, и доказано, что воздух становится намного чище. Вот мы будем говорить о компании Дотера, так как это самые исследуемые масла и терапевтического качества. Компании уже 10 лет, и у них очень много, они проводят много исследований, у них заключены контракты есть и с университетами, и с клиниками. Вот, и вот, как бы, вот такой у них есть распылитель, добавляется вода, и несколько капель масла, которые любого, допустим, цитрусовый, подходит очень хорошо для очищения воздуха. Также я хотела рассказать про гордость компании Толиния Онгард. Онгард – это смесь, антибактериальная, антисептическая смесь, в состав входят гвоздика, корица, дикий апельсин и розмарин. Предыстория маленькая. Во время чумы люди, была шайка мародеров, которые грабили и не заражались чумой, и когда их поймали, их помиловали в обмен на секрет. Как им это удалось? Вы можете эту историю найти в гугл, написать «черная чума», и вот история такая интересная выскочила. Ну, оказалось, что эти люди были парфюмерами, они натирались именно маслами гвоздики и корицы, и одевали маски для дыхания. И на базе вот этой истории две основные компании создали смесь. На самом деле, недавние исследования, которые были проведены с использованием этой смеси, наносили на поверхность, как раз-таки сравнивали с бытовой химией. И оказалось, что после пяти дней, именно бактериально, практически по сравнению с тем, что мы пользуемся, как бы в основном люди, каким-то образом, даже до сих пор не исследовано как, но вот именно поверхность, которая была обработана этой смесью, там присутствовало меньше бактерий по истечении пяти дней, по сравнению с тем, что мы, что в основном люди используют. Клорекс, здесь на американском рынке. Вот, и кроме того прочего, еще одно исследование было проведено, которое напечатано было в британском медицинском журнале, о том, что эта смесь в пробирке убила до 90% клеток инфлюенции из свиного гриппа также. И компания создала целую линию продуктов. Вот что у нас есть, то есть у нас есть такой санитайзер антибактериальный, без, естественно, натуральный, без добавления триколосана. То есть нету такой атаки на нашу гормональную систему. Опять же, вот этот вот универсальный такой, с добавлением масла, концентрат для чистки поверхностей. Можно использовать для мытья посуды, для мытья поверхностей на кухне и также в ванной. Вот, с маслом. Мыло, очень любимое многими детками, также с добавлением этой смеси. И еще, вот у нас тут нет, но паска зубная, без фтора, тоже с, как бы, с добавлением онгард, где присутствует гвоздика, поэтому, в принципе, очень хорошо дезинфицирует полость сердца. А теперь, если мы вернемся, вот именно, непосредственно к чистке. Спасибо. Вот такая паста, без фтора. Во-первых, конечно же, это тоже экономит деньги. Если мы рассчитаем цену за каплю, потому что действительно нужно немного, то получается, что бутылочка, здесь таких бутылочков 280 капель хватает надолго. И, кроме всего прочего, рецепты я размещу в группе, много рецептов различных. У вас будет кухня или комната благоухать. Наносите ли вы это на поверхность или распыляете. Я здесь, ну, нужно приблизить, как бы, покажу, какие масла у нас такими являются основными. Антибактериальными, да, вот, чайное дерево. Мы его можем использовать также, если какие-то грибки или фунгус. Все цитрусовые, они очищают воздух, растворяют все нефтехимические соединения. Если вам нужно вытащить, допустим, пластилин из ковра или из волос, жвачку, прекрасно справляется с задачей. Лемонграсс, бергамот и вот такая прекрасная смесь, которая убивает неприятные запахи. Допустим, можно также положить Purify, Тачилантру, также лемонграсс, лайм и мелолука. То есть уже созданная смесь, специально созданная смесь для таких целей. Можно помещать на какой-то носитель в холодильник, чтобы избавлять от запахов. Или избавляться, или, допустим, если вы стираете кроссовки подростка. Ну, или такие вот бытовые вещи. Вот. Я размещу, рецептов на самом деле множество. Я их размещу и также, в принципе, заказать можно с сайта. Ссылку мы тоже разместим. В этом месяце прекрасный промоушен как раз-таки на линию Vanguard. Но, извините, это, по-моему, было в прошлом месяце. В этом месяце уже новое. Но, в принципе, каждый месяц какие-то есть акции. И я тоже об этом расскажу. Спасибо за внимание. Я забыла уже.